Девушки отдыхают 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 А три минуты спустя уже Найджел Доус отправился отбывать наказание за блокировку соперника. Но китайский клуб своими возможностями не воспользовался. Не забиваешь ты, забивают тебе. В конце первого периода Артем Галимов забил шедевральный гол, который должен попасть во все хит-парады КХЛ. Нападающий красиво обыграл защитника и вратаря гостей. 1-0. Второй период по своему сценарию напомнил первый. Команды также играли в вязких отей с небольшим преимуществом Макбарса. И хозяева также забили гол в раздевалку. Отличился молодой защитник Даниил Журавлев с передачи Альберта Ярульна и Дмитрия Воронкова. 2-0. Середина третьей 20 минутки подарила болельщикам гостей надежду на камбэк. Алексей Топорченко поразил ворота Тимура Белялова. 2-1. Но уже на 16-й минуте Тревор Мертвец снял все вопросы о победителе матча. Защитник хорошо бросил от синей линии и реализовал большинство в Казани. 3-1. Акбас одерживает вторую победу подряд и отправляется в трехматчевую выездную серию. По маршруту Челябинск, Екатеринбург, Магнитогорск и Уфа. Амир Сабиров. Не еле спорта. Теперь перейдем к студенческим новостям. Баскетбольные сборные Казанского федерального университета 28 января провели свой первый матч после длительного зимнего перерыва в рамках Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Казань». Первый соперник в этом году – сборная Павловской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. За противостоянием этих двух принципиальных соперников наблюдала наш корреспондент Диана Урядова и сейчас он подробно расскажет о ходах женского и мужского матча. Баскетбольные сборные Казанского федерального университета уверенно заняли лидирующие позиции перед новогодними каникулами. Теперь же сборным КФУ предстояло встретить самым угрозным соперником – Павловской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Первыми на паркет академии вышли женские сборные. С самого начала матча Академия спорта ход игры берет под свой контроль. В течение всей четверти у баскетболисток Федерального университета не получалось наладить стабильность попадания, а их соперницы реализовывали практически все свои броски. В атаке Академия разыгрывала тактику «вход-пас-бросок», и они с легкостью набирали очки с быстрых, мощных проходов. Первая четверть заканчивается за счетом 21-10. Во второй четверти обе команды начинают придавать игре особый темп. Игра стремительно переносится с одной части поля на другую. Перестав делать грубые ошибки, баскетболистки КФУ смогли переходить в атаку и забрасывать мячи в корзину. На большой перерыв команда уходит со счетом 39-30. Во второй половине Академия спорта сразу начинает зоны защиты. Первые две попытки вывести мяч у КФУ заканчиваются потерями. Девушки активно пытаются компенсировать свои неудачи. В их нападении начинают водиться быстрая передача и броски издалека. За реализацию бросков в трехочковой линии берется Дарья Ашгебесова. Она уверенно забрасывает сложные броски с дальних дистанций. Но передачи у КФУ не всегда бывают качественными. Пас через руки и легкий перехват. За эти простые ошибки Академия наказывает своими забитыми мячами. Счет 55-47. В заключительном игровом отрезке баскетболистки Академии начинают персонально опекать игроков федерального университета. В сборной КФУ ничего не остается делать, кроме бросков не из самых выгодных позиций. Софья Латыпова берет игру в свои руки. Сначала забивает два очка с прохода, а после зарабатывает возможности пробития штрафных. Но это было недостаточно, чтобы ввести игру в овертайм. Концовка встречи проходит полностью под диктовкой Академии. 79-61. Первое поражение сборной КФУ в регулярном чемпионате. Академия – это, безусловно, фаворит нашего чемпионата, потому что это, во-первых, профильный гуз. Во-вторых, у них гораздо больше тренировок. Здесь поступают совсем другие люди, здесь именно спортсмены. Поэтому я считаю, что, в принципе, я доволен результатом, как мы сыграли. Да, мы играем каждый раз на победу, но все же бывают такие моменты, что игроки просто сильнее тебя. Такое случается. По традиции чемпионата, после женских команд на паркет выходят мужские сборные. Стартовая вбрасывание, выигрывает Академия и сразу бегут к кольцу соперника. Кирилл Попонин отправляет мяч в корзину федералов. Встреча сразу набирает обороты. Многочисленные фалы и броски с дальних дистанций. Ближе к середине первой четверти Академия ведет с разницей 8 очков. Однако федералам удается изредка доносить мяч до кольца соперника и сокращать отставание. 19-13, всего 6 очков привезли игроки Академии к федеральному университету в первой четверти. Во второй четверти игроки Академии плотно встали в защиту. Это вызывало трудности у КФУ нападений. Игра от обороны принесла свою выгоду игрокам Академии. Подпуская близко кольцу своих соперников, защита уверенно пользовалась преимуществом Росте, отбирала мяч и стремительно убегала в контратаку. 45-31 на табло под конец первой половины игры. После перерыва игроки из Академии продолжают вести активную игру защиты. Федеральный университет решает перейти в игру все в нападении, но ни к чему хорошему это не приводит. Постоянные фолы в атаке от федерального университета дают баскетболистам Академии штрафные броски, которые те без проблем реализовывают. 76-47 преимущество Академии растет до 29 очков. В заключительной 10-минутке игроки Академии продолжают вести свою игру на площадке. Сборная КФУ, к сожалению, для болельщиков не смогла что-либо противопоставить соперникам и продолжала пропускать. С разгромным счетом 170-71 Академия спорта выигрывает встречу и выходит на первую срочку в таблице. Неудачный игровой день получился для сборных федерального университета, но уже 4 февраля они попытаются исправить положение. Следующий соперник Казанский государственный аграрный университет и эта встреча наш телеканал покажет в прямом эфире. Диана Урядова, Наталья Жирнова. Неделя спорта. После очередных матчей в Ассоциации студенческого баскетбола дивизион Казань давайте взглянем на турнирную таблицу. Среди мужских команд на первое место вышли игроки Академии спорта. 4 победы подряд и ни одного поражения в сумме 8 очков. Вторыми идут баскетболисты Энергоуниверситета. У них 7 очков. Тройку замыкает Казанский федеральный университет. У них 6 очков. Среди девушек на первое место также вышла Академия спорта. 8 очков. Всего на одно от лидеров отстает Казанский федеральный университет. Третье место между собой делят Кнету КТК и Кнету КАИ. У них 5 очков в активе. Следующие матчи сборной КФУ проведут 4 февраля соперник Казанский государственный аграрный университет. Начало в 17.30. Прямая трансляция будет в нашей группе ВКонтакте. Кроме баскетбола на вторую часть сезона поговаривают запланировано очень много интересных мероприятий. Наш корреспондент Наталья Жирнова поинтересовалась у руководства спортивного клуба «Казанские юбарсы». Чего ждать любителям студенческого спорта во втором полугодии в сезоне 2020-2021. Прямо сейчас она поделится со всем тем, что она узнала. 2020-й научил, что планы на будущее лучше не строить. Однако у спортивного клуба Казанского федерального университета «Казанские юбарсы» на этот счет другое мнение. Руководители спортклуба постепенно делятся своими планами на будущий семестр, рассказывая, что ждет спортсменов на оставшуюся часть сезона. И одним из основных событий станет проведение внутривузовского этапа чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов России. Вообще у нас несколько видов спорта. И самое интересное, которое добавилось в этом году – промодисциплина «Дота-2». Он у нас весной и осенью стал самым массовым видом спорта. И мы планируем, что будет более 20 команд, что каждый институт примет участие. И «Дота» в очередной раз покажет, что это один из самых популярных уже видов спорта. Также у нас из промодисциплины бадминтон, женский мини-футбол. Мы стали чемпионами в этом году, и планку надо также поддерживать на всероссийском суперфинале. Ну и традиционные виды спорта – это как настольный теннис, шахматы, мини-футбол, стритбол, юбилебол. И все планируем провести на высоком уровне. К тому же в планах у юлбарсов продолжат проведение такого важного мероприятия, как спартакиада студентов и аспирантов, которая стартовала в начале учебного года и перенесенная с прошлого года в спартакиада первых курсов. В феврале месяц у нас продолжается спартакиада среди студентов и аспирантов Казанского федерального университета. Есть виды, которые мы вынуждены были принести. Надеемся, что ситуация у нас нормализуется, и мы спокойно сможем продолжить нашу спартакиаду и провести запланированные виды. Есть некоторые нововведения в этом году. Во-первых, это спартакиада первых курсов, которая была принесена с осени на весну. В апреле месяце мы стартуем и в мае планируем закончить. Есть новые виды, которые включены в спартакиаду, но пока не будем раскрывать. Надеемся, для наших первокурсов это будет сюрприз небольшой. Помимо основных мероприятий, в зимний период для студентов пройдет традиционный оздоровительный выезд по здоровью, где каждый желающий может активно провести свои выходные. Мы планируем, что в зимний период времени мы сможем задействовать наших студентов и провести выезды так называемого по здоровью. В этом году они будут проходить в нашей обсерватории. Думаю, все-таки морозы спадут, и мы сможем вывести. Как только сессия закончится, студенты с радостью поедут с нами, чтобы прокатиться на лыжах. Во второй части сезона, кроме традиционных мероприятий, руководство спортивного клуба планирует организовать еще как минимум два мероприятия. Но вот что именно будет, держится в секрете. Есть одно новое мероприятие, которое мы хотим предложить нашим студентам всех курсов, принять участие. И небольшая спортикиада онлайн, которая будет посвящена памятникам дать. Пока это тоже в тайне, но в будущем все секреты мы постараемся раскрыть и предоставить нашим студентам. Остаток сезона 2020-2021 казанские юлбарсы приведут в плотном графике. Каждую неделю сборные Казанского федерального университета будут выступать на Республиканской и Всероссийской арене, где с гордостью будут отстаивать звание одного из лучших студенческих спортивных клубов страны. Наталья Жирнова, «Неделя спорта». Продолжаем говорить о планах казанских юлбарсов на остаток сезона 2020-2021. У меня в студии появляется Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, добрый вечер. Привет, Роман. Что же, давайте еще раз обсудим, что нас ждет в этом году, в 2021-м, на что смотреть, где играть и все остальное по порядку. Ну, в первую очередь, можно сказать, что для наших студентов приготовлено очень много спортивных мероприятий. У нас ожидает несколько горячих месяцев. Во-первых, основной акцент в феврале и в марте месяце мы делаем на внутривузовский этап чемпионата АССК, отборочный этап. В этом году у нас появились довольно-таки много участников. Стоит отметить, что в отличие от прошлого года мы движемся вперед, расширяемся. Поэтому постараемся для наших студентов подготовить все площадки и провести этот отборочный этап достойно. И чтобы наши лучшие спортсмены представили наш университет, наш студенческий спортивный клуб на всероссийском финале. Кроме этого, у нас запланирована спартакиада. Продолжается спартакиада среди студентов и аспирантов нашего университета. И в апреле месяце у нас стартует спартакиада для студентов первого курса. Эти три крупных мероприятия главные для нас, главные для нашего университета. Поэтому мы приглашаем всех наших студентов принять активное участие. В сюжете вы говорили, что у нас есть пару мероприятий, которые планируются, но пока что под секретом. Не настало ли время раскрыть этот секрет или еще подождем? Я думаю, немного подождем и раскроем секрет по окончанию чемпионата АССК. И тогда можно будет говорить, так как эти мероприятия запланированы на апрель-май месяц. Хорошо, тогда перейдем к АССК, раз уже подвели к этому. Внутривузовский этап – это одно из основных мероприятий Казанского федерального университета в ближайшее время. Так получается, да? Все верно. У нас буквально через неделю стартует отборочный этап по игровым видам спорта. По индивидуальным видам у нас отборочный этап продолжается. Надеемся, что все игры, все встречи мы завершим в срок и подадим отчет для того, чтобы наши коллеги из АССК проверили отчеты и подвели итоги по нашему этапу. По поводу нашего этапа я проанонсирую. Друзья, за ним вы можете следить в нашей программе, на нашем телеканале, также в группе ВКонтакте «Казанских юлбарсов». И начнем, получается, с 5-го числа, да, с 5-го февраля. Жеребьевка в прямом эфире в час дня состоится. Прожеребим мы все игровые виды спорта. Футбол, стритбол и волейбол. Шесть жеребьевок нас ждет, так что обязательно подключайтесь. 5-го февраля в час дня мы в прямом эфире пройдем для вас жеребьевку. Ну а сами что ждете от этого мероприятия? Не от жеребьевки, а в целом от АССК? Насколько удачно получится выступить в этом году? Насколько больше команд может поедет на Россию? Ну, если смотреть вообще организацию этого проекта, в первую очередь стоит отметить, что те организаторы от Ассоциации студенческих спортивных клубов очень хорошо подходят к организации. Этот проект всем нравится. В этом году лично я считаю, что от нашего университета должно все-таки принять участие больше команд, так как есть команды, которые у нас получили прямую путевку по итогам прошлого сезона. Это футболисты наши, волейбол женский. Надеемся, что мы сможем достойно провести внутривузовский этап и отобраться по рейтингу. Ну, кроме этого, и попробовать пройти региональный отборочный этап для того, чтобы наши команды, тем более, можно сказать, что всероссийский суперфинал будет проходить опять на нашей территории, то есть в городе Казани. Хотелось бы, чтобы наши студенты максимально приняли участие для того, чтобы получили удовольствие и получили соревновательный опыт с другими спортсменами. Ну, остается пожелать только успехов вашему спортивному клубу и красивой, честной и спортивной борьбы в этом чемпионате. Спасибо. У нас в студии был Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, еще раз большое спасибо, что пришли. Увидимся с вами в пятницу на жребьевке внутривузовского этапа. Спасибо. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась Неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Блинсков. Вы смотрели программу Неделя спорта. Еще увидимся. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова